Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского. Поговорить будем о самом актуальном. В студии Виолетта Ганина, Ольга Гаврилова. Здравствуйте. В это воскресенье мы отметим День России. Расскажем, как это будет. А также поговорим о том, как обстоят дела в нашей легкой промышленности. Работники этой отрасли 12 июня отметят профессиональный праздник. И мы начинаем. День легкой промышленности – важный праздник не только для тех, кто трудится в этой отрасли, но и для нас с вами. Мы ведь пользуемся и одеждой, и обувью. И сегодня с нами на связи глава торгово-промышленной фирмы «Интерцентр Люкс» Анатолий Дзернович. Анатолий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас поздравляем с наступающим Днем легкой промышленности и знаем, что ваше предприятие сегодня уже отмечает этот день. Как все прошло? Обе швейные фабрики в Терраспеле и Дубасарах. На обеих фабриках прошли праздничные концерты. Вручалось очень много подарков, правительственных наград. Сегодня каждый работник фирмы «Интерцентр» получил денежную премию. Еще в воскресенье всех приглашаем прийти в парк «Победа» в городе Терраспеле и Дубасарах. Будет большое празднование. Гуляние началось сегодня, и оно продолжится в воскресенье. Настроение праздничное. Итак, компания «Интерцентр Люкс» достаточно известная в республике. Работает и на местном рынке, и на европейском. В магазинах вашей фирмы всегда можно найти одежду на любой вкус. Мода – это для вас приоритет. Как вы справляетесь с конкуренцией? Ведь сейчас одежду можно заказать даже онлайн. И не нужно никуда ходить, все тебе привезут, покажут, расскажут. Вот как быть? Вы знаете, конкуренция всегда побеждает тот, кто сильнее. Наша продукция особая, она имеет особую нишу. Мы производим хорошего качества, высочайшего качества пуховую одежду. И, конечно же, на внешнем рынке, куда мы ее поставляем, и на внутреннем рынке, безусловно, есть конкуренты. Но я вам должен сказать, что наша фирменная торговая сеть по всей республике очень умела, очень славно работает с покупателем. Продавцы, что называется, знают лицо своих покупателей. Они заказывают одежду определенного цвета, они заказывают определенного размера. И те прекрасные скидки, те цены, которые мы даем, и те кэшбэк у нас есть, и другие преференции, которые позволяют людям покупать одежду, прекрасную одежду, нашего прекрасного качества приднестровского, но по достаточно приемлемым ценам. Антон Иванович, вы 30 лет работаете на отечественном рынке, 20 лет работаете с ведущими брендами, это и Лакост, и Прада, и Кельвин Кляйн, да и много других. Создали на предприятии порядка тысячи рабочих мест. Последние 7 лет фирма активно продвигает собственную продукцию в Европу и ближние зарубежья. Наверняка не обходится без испытаний. Сначала была пандемия, мы помним, как было трудно эти два года. Вот поменялась ситуация вокруг Приднестрова, приходится менять логистику. Как справляетесь с этими вызовами? Удается справиться со всем? Да, вы правы, пандемийный период заставил нас не расслабляться, а наоборот сгруппироваться. И весь профессионалист свой, все то, что мы наработали за эти годы, он сейчас пригодился как раз вот в этот сложный, необычный, непростой период. Последние годы, трудные годы, ежегодно прибавляем в выпуске продукции до 20%. Для экспорта это огромное количество одежды, которую мы отправляем на экспорт. И это все благодаря тому, что у нас прекрасные специалисты и прекрасные люди. Я вам приведу один пример, что сегодня в этот праздник мы сами сделали себе огромный подарок, так как сегодня мы в этом году выпускаем 150 тысяч комплектов пуховой, прекрасной, надежной, в самой лучшей в мире одежды, приднестровской марки. И по сравнению с 2015 годом, когда мы только начинали выпускать, было 1500, то мы сегодня выпускаем ровно в 100 раз больше продукции, чем мы выпускали в 2015 году. Ну, цифры сами за себя говорят. Рынки увеличим. Мы создали в России, в частности в Москве, огромный логистический центр, через который отправляем продукцию во всем окраинам нашей России, в центры, в огромные города России, миллионники. И это позволяет нам не снижать темпы, это позволяет нам удержаться на плаву. Это дает хороший нам задор в том, чтобы мы работали лучше, лучше каждый день. Ну, тогда давайте и дальше по цифрам немножечко пройдемся. У вас два производства в Террасполе и в Дубосарах. Это порядка тысячи человек, но все равно кадров не хватало. На помощь пришло дуальное образование, то есть вы не просто стали обеспечивать людей рабочими местами, но и обучать их на местах. Эта работа уже дала результаты или она еще продолжается? Скажу вам честно, безусловно, дуальное обучение дает свой результат. Но эта система не дает того притока новых рабочих мест, которые нам необходимы. Мы сегодня ощущаем огромный голод в рабочей силе. Сейчас лето, и многие подростки хотят заработать. Вот на вашем предприятии есть такая возможность прийти и подзаработать, быть, допустим, разнорабочим, помощником каким-то? Расскажите об этом. Да, технопрактика у нас введена давно, она успешно работает. Мы привлекаем старшеклассников, привлекаем студентов в летнее время, во время каникул, и они приходят, помогают работать. К слову сказать, сегодня на складе работает мой средний внук Дмитрий. Он студент техникума, и он попросился на работу, и говорят, работает успешно, ждет первую зарплату. Поэтому как бы с этим мы наладили работу. Прекрасно. Ну тогда у нас к вам остается один вопрос, это вопрос дня. Итак, когда ситуация везде нелегкая, по понятным причинам, вы абсолютно устойчивы, ваше предприятие стабильно, предприятие сохраняет трудовой коллектив и успешно справляется со всеми внешними вызовами. И это, мы так понимаем, не предел. Анатолий Иванович, как вам это удается? На ответ 30 секунд. Формула успеха наша очень проста. Мы увидели риски, мы увидели, что изменилась логистика, и мы приняли все меры к тому, чтобы расширять рынки, поиск новых рынков. Мы стабильны, мы ежемесячно платим вовремя заработную плату. Мы создали подушки безопасности, которые помогут людям в очень непростое время. И это всегда во главе угла руководителей и учредителей компании. Поэтому в этом формула нашего успеха. Спасибо вам большое. С наступающим праздником. И удачи вам. Спасибо вам. Адема, Вестра, Тегина, Софтшуст – это все предприятия легкой промышленности. За всеми производствами стоят люди, те, которые развивают нашу промышленность. И мы с удовольствием поздравляем с наступающим праздником всех, кто трудится в этой отрасли и в вашей семье. Всего вам доброго. 12 июня в Приднестровье отметят еще один праздник. Это День России. Как обычно, во всех городах и районах Приднестровья будет много праздничных мероприятий. Это и выставки, и концерты, и спортивные состязания, и акции. Это и понятно. У России и Приднестровья общая история. Поэтому и российские праздники здесь отмечают так широко и душевно. О многогранности связи этих двух стран говорил и президент Вадим Красносельский в большом интервью телеканалу «Россия». Давайте послушаем. У нас общая история Российской империи. У нас общая история Советского Союза. Многие исторические личности, которые оставили яркий след в истории Приднестровья, оставили яркий след в истории всей России. Кроме того, все полковые соединения, которые здесь дислассировались во времена Российской империи, принимали активное участие во всех боевых действиях и баталиях, которые вела Россия. У нас общая религия, у нас общая культура, язык. У нас, кстати, что объединяет с Россией? Это, конечно, многонациональность. То есть в России проживают люди более 100 национальностей. У нас проживают люди более 70 национальностей, 72. И обратите внимание, у нас абсолютно отсутствуют национальные конфликты. Почему? Да потому что мы никому не наступаем на язык. Мы не забираем свою литературу, свой родной язык или свою историю народа. Мы, наоборот, поддерживаем это. Между тем, правительство Молдовы решило понизить статус советских орденов. Об этом сейчас и поговорим с нашим гостем. С нами из Молдовы на связи Алексей Петрович, председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей, здравствуйте. Добрый день. Ну вот речь идет о тех орденах, которых понизят в статусе. Это орден Красного Знамени, Отечественные войны, первой и второй степени, красной звезды, славы и за личное мужество. Их обладатели получали надбавки к пенсиям. Сейчас их, насколько мы понимаем, устранят, раз уж эти награды понизили в статусе. Как думаете, для чего все это делается? Ну, во-первых, я хотел бы вам сказать, что их обладатели далеко не все получали данные надбавки. По одной простой причине, потому что никто им об этом не сообщал. В 1995 году, когда был данный закон принят, никто не сообщил ветеранам о том, что они обладают такими правами. И я на протяжении многих лет занимаюсь увековечением памяти, на протяжении многих лет, общаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, не знал ни одного ветерана, кто бы получал эти надбавки в полном объеме. А почему так происходит? Это какое-то неуважение? Не то, что неуважение. Просто власти воспользовались неинформированностью именно этой категории населения и не поспешили им объяснять о том, что вы имеете данное право. И в общей сложности все награды, которые человек имел за свои фронтовые заслуги, объединялись в одну группу, и там ветеран получал надбавку в размере то ли 100, то ли 150 лет. То есть сумма была мизерная. Одна единственная история, которая мне известна, которая была доведена до конца, это участник войны в Афганистане, командир знаменитой 8-й роты 345-го парашютно-десантного полка. Ну вот вы знаете 9-я рота, фильм, да? А вот это вот 8-я рота, которая эту 9-ю роту, собственно говоря, поддерживала. Так вот, подполковник Светличный, командир этой знаменитой десантной роты, он кавалер двух орденов, боевых орденов Красной Звезды. И он, пройдя все судебные станции, смог убедить государство выплачивать ему компенсацию не в размере 50 лей, как ему платили за орден Красной Звезды, а в размере 500 лей. Но для этого человеку пришлось нанять адвоката, пройти полностью весь цикл судебных прений, и только после этого ему выплатили данную компенсацию, но только с момента вынесения судебного решения. То есть, опять же, здесь очень неприятная история. Но сам факт поднятия этого вопроса сейчас, он, на мой взгляд, и я это мнение высказал, это попытка свести счеты действующей власти с теми ветеранами, которые в этом году, не то чтобы назло, они выходили всегда, но в этом году еще и была большая нотка протеста в праздновании мероприятий ко Дню Победы. Вы знаете о том, что в Кишиневе у нас прошел многотысячный марш бессмертного полка, десятки тысяч людей вышли на площадь. Сегодня власть решила таким вот образом все-таки отомстить тем, кто шел во главе колонны. А во главе колонны шли, прежде всего, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны интернациональных конфликтов. И, по моему мнению, это такая вот дешевая расплата. Ну и еще многолетняя попытка нивелировать советское прошлое, многолетние попытки принизить подвиг советских людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, которые отстраивали после этого разрушенную войной Молдавию, которые после этого восстанавливали народное хозяйство, которые многие из них потом принимали участие в локальных конфликтах. Как бы правильно, по-хорошему, было бы этих людей действительно поощрять и гордиться этими людьми, потому что для любой страны это гордость. Но когда даже вот в таких мелких вещах стараются принизить подвиг, стараются сделать его меньше, стараются каким-то образом уравнять несравнимые вещи, это, безусловно, неправильно. Следующий вопрос напрашивается сам собой. Как обстоит дело с теми людьми, которые воевали, Великую Отечественную, на стороне советской армии, мы поняли. А вот те, кто воевал в это время не на стороне советской армии, мы понимаем, о чем идет речь. Они получают надбавки к пенсии в связи с тем, что у них есть ордена и медали? Еще в 2008 году ветераны румынской армии и ветераны советской армии были уравнены между собой в правах. И в этой связи они обладают теми же самыми правами, которые есть у ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов советской армии. Сейчас в Молдове задерживают блогеров и журналистов, кто пророссийский настроен, проводят обыски. И в Гагаузе говорят, что это уже начало репрессий. Алексей, какие к ним предъявляют обвинения? И что вы думаете по этому поводу? Для чего все это делается? Это что, борьба с инакомыслием? Вчера задержали моего хорошего знакомого, коллегу, которого я знаю больше 20 лет, это Николай Костыркин. И предъявили ему обвинения в разжигании розни, в поддержке военных действий, пропаганде войны ни много ни мало. Безусловно, это какая-то попытка запугать журналистов, это попытка сегодня заткнуть им рты, потому что одновременно с Николаем Костыркиным, который, не стесняясь, конечно, в своих публикациях, выражал свою позицию, человеческую позицию. Он нигде не заявлял, что это позиция какого-то информационного портала или того СМИ, в котором он работает. Это была его человеческая позиция. Одновременно с ним в нашей стране абсолютно легально и официально вещают телеканалы, где ведутся разговоры о поставках летального оружия. Но по отношению к ним никаких претензий, никаких репрессий и обысков не предъявляется. Поэтому это однобокая, односторонняя попытка представить ситуацию. И как раз сегодня, когда СМИ штрафуют за однобокое представление ситуации, сама власть ведет одностороннюю политику только в отношении тех, кто находится с одной стороны баррикады. Ну и это такой своеобразный сигнал. Своеобразный сигнал тем, кто сегодня, скажем так, занимает другую, отличную от государственной позиции сторону. Интересно еще и то, что все это происходит на фоне того, что люди выходят на митинги в Молдове, требуют, чтобы снизили цены, повысили пенсии. Накануне невозможно было заправиться в связи с тем, что есть дефицит топлива. Алексей, что все это значит и к чему может привести? Это вопрос дня и на ответ 30 секунд. Ну, прежде всего, это попытка власти отвлечь внимание граждан от насущных проблем, от повышения цен от дефицита топлива, энергоносителей и попытка увести внимание граждан от этих главных насущных проблем. И, как бы, распыляя свое внимание, люди перестают задумываться о том, чья вина в том, что сегодня страна оказалась в такой жуткой инфляции. И в этом заключается основная задача проведения вот этой вот массированной политики отвлечения внимания граждан от их насущных проблем. Такими вот дешевыми способами, арестами, запугиваниями, поднятием, скажем так, не самых актуальных вопросов, которые сегодня находятся в повестке дня. Мы с вами общаемся накануне праздника Дня России, который отмечают 12 июня. Понятно, что в Молдове ни о каком празднике в этот день речи не идет. Но у нас в Приднестровье будут отмечать. Алексей, мы вас приглашаем. Приедете к нам? Я, скажем так, рассмотрю свой рабочий график, потому что он на самом деле у нас довольно напряженный. И хочу вам сказать, что вы не совсем правы о том, что у нас не проводятся мероприятия. У нас довольно широко, мы на этой неделе отмечали и День русского языка, и День памяти Пушкина. И на местах тоже наши и русские общины, и непосредственно Координационный совет российских соотечественников будут проводить, безусловно, скромнее, чем это было в прошлые годы, но будут проводить мероприятия, посвященные Дню России. Это и выставки картин, это и презентации книг, это и различные торжественные встречи. Поэтому мы тоже в меру своих сил и возможностей эту дату тоже будем отмечать. Спасибо вам большое и желаем вам успехов. Да, спасибо. Кровавый пион – дело террориста Илашку. Премьера от Первого Приднестровского и Министерства цифрового развития. Этот фильм уже посмотрели зрители кинотеатра «Тирасполь». Было два показа и оба раза полный зал. Этот фильм уже есть на нашем YouTube-канале, в нем есть субтитры на английском языке, и фильм уже смотрят в разных странах. Фильм про нашу историю в деталях и фактах о преступлении террористической группы «Бужор» в Приднестровье. Впервые свидетель убийства Александра Гусара дает интервью. Оно есть в фильме. Есть и другие интересные факты. Судья и прокурор уехали из Молдовы в Приднестровье. Причина – выдавливание и гонение всего русского в националистической Молдове 90-х. И уже в Приднестровье и судья, и прокурор выносят приговор убийцам группировки «Бужор». Это лишь несколько фактов, которые есть в фильме. Фильм «Кровавый пион» – дело террориста Илашку покажем в эфире Первого Приднестровского. Это наша премьера уже завтра, 11 июня, в субботу. Не пропустите. Между тем «Авангард ТВПМР» продолжает парк-турне и едет дальше. Были уже «Дубосары», «Бендеры», «Террасполь», а теперь на очереди «Григориополь». Будет спортивный праздник и, конечно, футбол. Наш «Авангард ТВПМР» сыграет с местной командой «Ирби». С начала в 18.00 игра пойдет на новом мини-футбольном поле в «Григориополе». Почти в каждом городе нашей страны уже есть современные спортивные площадки. И все это благодаря фонду капвложений. А парк-турне от «Сока» клуба Первого Приднестровского «Авангард ТВПМР» – это повод устроить им тест-драйв. Аншлаг в Григориополе. Атмосфера праздника и красивый футбол. Приходите и наслаждайтесь. Это был «Вопрос дня». Сегодня говорили о Дне России, о промышленности в Приднестровье, о спорте и премьере на Первом Приднестровском. На этом у нас все. Мы, Ольга Гаврилова и Виолетта Ганина, прощаемся с вами. Не забывайте просматривать наши новости в Вайбере, Телеграме и Инстаграме. Интересных вам выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!